Это программа День с толком. В студии Ирина Корчагина. Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. В Барнауле стартуют испытания теплосетей. Кто первый останется без воды? Краеведческий музей взял на работу пушистого сотрудника. Кот уже получил удостоверение, что входит в обязанности хвостатого. Историческое здание в центре Барнаула продают за 1 рубль. Какова цена вопроса на самом деле? И как к рублевой идее относятся краеведы и инвесторы? Начнем с новости. Не самый приятный, но традиционный. Уже завтра в Барнауле начнут отключать горячую воду. Стартуют испытания теплосетей. Энергетики обещают провести необходимые ремонтные работы за две недели. Первыми без воды останутся жители части Ленинского и индустриального районов. Обрисовка в этот раз проводится по веерному принципу. Испытания с 14 по 26 мая запланированы на магистрали М33, относящиеся к ТЭЦ-3. И на магистралях М23 и М24. Это уже контур ТЭЦ-2. Зоны отключения горячей воды можно отследить по интерактивной карте. Они отмечены красным и оранжевым. Здесь работу завершить планируют уже к 26 мая. Также до конца июня пройдут проверку 32 малых котельных. По той же карте, опубликованной администрацией Барнаула, видно, что в других районах будут отключать воду позже. Также на две недели. Крайняя дата возвращения воды – 9 июля. Карта работает на основе Яндекс.Карт. Чтобы отслеживать свою ситуацию, свой адрес проживания нужно ввести в поисковую строку. Ссылку ищите на сайте администрации Барнаула или в новостях на нашем сайте. К другой теме. Пять человек погибли на пожарах в Алтайском крае. Спасатели обеспокоены рвущейся вверх статистикой в изгорании количеством жертв, а также пострадавших. Майские выходные не обошлись и без серьезных аварий на дорогах. Юлия Щепина о последствиях четырех дней отдыха. Список ЧП за эти выходные в край внушительный. Только на дорогах региона случилось десяток аварий. Так-то в Чехинском районе в результате лобового столкновения погиб мужчина. Двигаясь на автомобиле Hyundai Creta, он выехал на встречную полосу и столкнулся с Kia Sorento. Под управлением женщины 1984 года рождения. Работники экстренных служб извлекли пострадавшую из авто. А это лобовое произошло ночью 10 мая на дорожном участке после поворота на Бельмесева. Toyota Corona столкнулась с КамАЗом. По словам очевидцев, водитель легковушки был не трезв. Мужчину госпитализировали и направили на медицинское освидетельствование. Серьезное ДТП произошло вчера и на трассе Барнаул-Новосибирск. Вблизи села Луговое водитель Toyota Camry выехал на встречку, где столкнулся с BMW X6 и следующим за ним автомобилем Scania. Водителя и пассажира Toyota Camry госпитализировали. Обстоятельства ДТП выясняются. А это Новоалтайск. Предварительно известно, что водитель иномарки не стал соблюдать очередность проезда и столкнулся с автомобилем Toyota Vista. В результате чего перевернулся и столкнулся со стоящим автомобилем. В аварии пострадали 4 человека. Одну женщину госпитализировали. Авторы этого видео считают, что на дорогах Барнаула стало страшно ездить. Много аварий случается по глупости и невнимательности. Как, например, ДТП на улице Юрина. А это мотоциклист встретился с самокатчиком на улице Шумакова. За минувшие выходные усложнилась обстановка и с пожарами. 10 мая в Бийске произошел пожар в здании ЦГБ. Возгорание случилось на шестом этаже в отделении терапии на площади около 10 квадратов. Его оперативно ликвидировали. Пожарные спасли более 40 человек. На месте происшествия работали 51 человек личного состава и 14 единиц техники. Причина случившегося устанавливается. Однако некоторым жителям края не удалось спастись от огненной стихии. Ее жертвами за выходные стали 5 человек. В селе Лосиха Косихинского района погибла пожилая женщина. В Рубцовске при пожаре в одной из квартир на Комсомольской обнаружены двое погибших. А в Барнауле в частном доме возгорание унесло жизни 30-летней женщины и ее 5-летней дочери. В связи с этим МЧС продолжает межведомственные рейды по обеспечению пожарной безопасности. С помощью облетов беспилотников просматриваются территории, а также проводятся беседы с жителями края. В случае нарушения требований пожарной безопасности будет составляться административный протокол по части 2 статьи 20.4 Кодекса об административных правонарушениях, который предусматривает наказание от 10 до 20 тысяч рублей на граждан. Специалисты призывают жителей региона не сжигать мусор и сухую траву. И напоминают, от пожара может уберечь пожарный извещатель. Благодаря устройству за выходные удалось спасти 57 человек. Юлия Щепина, День с толку. Экологическая катастрофа. Именно так жители Черышского района называют нашествие шелкопряда. Такие фотографии сейчас появляются в социальных сетях. Призывы о помощи поступают из села Сентилек. Местные жители рассказывают, что в прошлом году они заметили бабочку шелкопряда. Все лето деревья простояли голые, так как бабочка все съела, отложив кладку осенью. Судя по всему, шелкопряд отлично перезимовал и теперь все горы в его паутине. Проблема в том, что вредители уничтожают растения с большой скоростью и в огромных масштабах. Это касается и лиственных, и хвойных деревьев. В Министерстве природы края ситуацию пока не прокомментировали. К другой теме. Алтайская промышленность продолжает борьбу с дефицитом кадров. В этом году наш регион впервые принимает участие во всероссийской образовательной программе «Открытая промышленность». Как собираются с помощью профориентационных экскурсий привлекать рабочие руки, а также развивать алтайский туризм, расскажет моя коллега Мария Костылева. Заглянуть в цех и увидеть, как шьют зимнюю экипировку для охотников, делают лодки, мангалы, ледобуры для рыбаков и не только теперь могут все желающие. Алтайские производства наконец готовы впустить в раннюю святая святых. Возможность появилась благодаря профориентационным экскурсиям проекта «Открытая промышленность», который запустили сразу три предприятия региона. Нам дали фото на три предприятия. Самой главной целью, которую мы сейчас реализуем в данной программе, это цель профориентационная работа. Для того, чтобы закрыть кадровые вопросы на промышленных предприятиях, чтобы сделать промышленное предприятие первым выбором. Ждут не только технарей последних курсов, но и гуманитариев, готовы переучить. Школьники, кстати, тоже могут посетить профориентационную экскурсию. На сегодняшний день каждое предприятие из трех подготовило пять экскурсий из только же разных маршрутов для инженеров, технологов и рабочих. Разработаны определенные методологии, направления, пользуясь которыми наши предприятия разрабатывают свои стратегические планы по проведению этих экскурсий. И на каждую аудиторию разрабатывается особая программа. Для школьников это один текст будет, для студентов другой, для населения. И просто это третий. Кстати, экскурсантам готовы показать не только действующий производственный процесс, но и рассказать об истории предприятия. Капканы. Вот это изделие, которое у нас с самого 1988 года в ассортименте. Понятно, линейка расширилась, уже есть новые модели. Но есть образцы, которые всю историю компании выпускаются. Посмотреть, как делают топливные системы для дизельных двигателей, автомобилей, тракторов, комбайнов, автобусов, судов и другой спецтехники, теперь тоже возможно. Один из крупнейших производителей автозапчастей не только региона, но и России – завод прецизионных изделий. Готов показать весь процесс. Заглянуть можно не только в крупные производственные цеха. Это у нас центральная измерительная лаборатория, где проводятся самые высокоточные измерения, самые сложные, так как лаборатория оборудована одним из самых высокоточных и сложных оборудований. Это такие, как кругломеры. А ЗПИ тоже не хватает рабочих рук. Несмотря на то, что каждый день на предприятии трудится более полутора тысяч сотрудников, здесь готовы принять еще сто. Ждут инженеров-конструкторов, технологов, испытателей, метрологов, лаборантов, токарей, наладчиков станков и других. Ввиду того, что производство все время расширяется, совершенствуется, необходим новый персонал. Следовательно, и сроки на разработки, на изготовление продукции у завода весьма маленькие. Мы отличаемся еще тем, что в весьма короткие сроки мы можем разработать что-то новое. Кстати, благодаря старту пилотного проекта, Минпром региона планирует не только привлекать кадры, но и развивать новый вид туризма, так называемый промышленный. Есть что показать. В данном случае мы ломаем стереотипы по Алтайскому краю. Никто не задумывается о том, что более ста предприятий было перевезено в годы Великой Отечественной войны в Алтайский край. Программу планируют реализовывать и дальше в планах расширить географию. На сегодняшний день в регионе около 300 крупных промпредприятий. И практически каждому требуются рабочие руки. Мария Костолева, Дмитрий Денисов. День с толком. Историческое здание в центре Барнаула продают всего за 1 рубль. За символическую стоимость власти пытаются передать памятник архитектуры в частные руки при условии проведения реконструкции объекта. Но какова цена вопроса на самом деле и как к называемой рублевой идее относятся краеведы-инвесторы, расскажет Елена Макаренко. Центр Барнаула «Красная линия» – памятник деревянного зодчества по улице Пушкина, 45. Его карнизы и наличники до сих пор украшает ажурная резьба. Когда-то под угловой башней размещался красивый балкон. Был оборудован парадный вход. Саму башню венчала кованая решетка с треугольниками и полумесяцем. Некоторые эксперты усматривали в этом масонский символ. При этом, по одной из версий, в этом доме проживал священнослужитель поп Петропавловского собора. Дом Петра Казакова, как и большинство старинных зданий, оброс легендами. Но это только в плюс, считает известный краевед и экскурсовод Данил Дегтярев. Чем интереснее судьба постройки, тем больше желающих познать ее историю. Особенно, когда прежде заброшенная усадьба превращается и начинает вторую жизнь. Первая у дома, рожденного сразу после революции, была неровной. Впрочем, это прослеживается и в архитектуре строения. Одной из особенностей этого здания является его асимметричность. И вот, вы можете видеть со стороны улицы Пушкина, деревянный фронтон, тоже украшенный резьбой. А со стороны соборной площади здесь такого нет, и там окон меньше. Вот уже больше 10 лет, как памятник архитектуры регионального значения является аварийным. Спасти его от разрушения может заботливый хозяин. Здание выставили на аукцион всего за рубль. Но собственник обязан будет провести срочный ремонт цоколя, стен и крыши, а также отреставрировать внешнее резное убранство. Здесь крыша есть, здесь окна есть, здесь двери есть. В принципе, здание целое. Да, там нужно будет архитектурные элементы менять, там бревна, наверное, менять, потому что вот трухлявое все здесь сыпется. Но здесь это вполне реально. И в принципе, вот здание в таком состоянии, но, допустим, в не самом лучшем, но еще не слишком разрушенном. Вполне хорошая практика продавать за рубль. Почему нет? Архитектура за рубль – не первая практика для Барнаула. Ранее по такой стоимости фонд имущества края выставлял на аукцион известный торговый дом Сухов и Сыновья. Четыре года на лод с истории никто не заарился. Но как только земельный участок сняли с продажи и предложили в аренду, претендентов нашлось немало. И рубль в итоге превратился в миллионы. Своё здание я купил за 7 миллионов 777 тысяч, 777 рублей. Это только здание. Землю я не покупал, она в аренде у меня находится сейчас. Собственник здания четвертый год реставрирует объект благодаря льготному кредиту. Но сегодня, говорит инвестор, процентные ставки заметно выросли. Поддержать частников могла бы региональная целевая программа по восстановлению памятников архитектуры. Отвлекать большие суммы на восстановление, понятное дело, крайне не очень способен. Но если говорить про субсидирование процентной ставки по кредиту, и чтобы предприниматель мог получить эти деньги в качестве кредита, по низкой ставке, и вернуть потом эти деньги государству, я думаю, это очень разумно было бы. Известно, что кроме ажурного дома на Пушкино продать за рубль хотят еще несколько памятников архитектуры. Власти уверены, что это реальный шанс сохранить историю. Но чтобы развалины превратить в городские жемчужины, мало их приобрести, нужно еще отполировать. А это тоже далеко не грошевые деньги. Елена Макаренко, Алексей Фризин. День с толком. Барнаульцев бесплатно довезут до кладбищ в родительский день, который наступит завтра. В мэрии утвердили график движения бесплатного транспорта к пяти кладбищам. К Новомихайловскому, Черницкому, Власихинскому, Гонбинскому и Затонскому. Остановки и номера автобусов вы видите на своих экранах. Маршруты начнут работать с 7 утра до 18 часов. Движение автобусов будет осуществляться без остановок. На трамвайных маршрутах будут размещены таблички с надписью «Бесплатно». Традиционно на городских кладбищах жителям будут бесплатно раздавать мешки для сбора мусора и хозяйственный инвентарь. Также будет организована торговля ритуальными товарами. По поручению главы города Вячеслава Франко прорабатывается вопрос дежурства бригад скорой помощи на крупных кладбищах. Гадания на цветочном оракуле, мастер-класс по стрит-арту, театрализованные экскурсии, множество других популярных мероприятий запланировано в ночь музеев. В этом году всероссийская акция пройдет в Алтайском крае 18 раз подряд. Какие новинки ждут посетители и почему музейную ночь в этом году точно нельзя пропустить, узнавала Валентина Аскерова. 18 мая жителям Алтайского края предлагают не засиживаться дома, а отправиться в путешествие по музеям. Алтайский край 18-й год подряд присоединяется ко всероссийской акции «Ночь музеев». Свои двери уже в эту субботу распахнут больше ста выставочных центров региона. У каждого своя особенная программа. Вот в этом году, продолжая тему стрит-арта, мы планируем сделать макетики небольшие, которые человек расписал и унес с собой. В этом году я прямо приглашаю наших посетителей на тему семейную, скажем так, потому что есть несколько мероприятий, которые этому посвящены, ну и они будут касаться тайн музейных полотен, семейных. Музеи в районах тоже удивят. Так в Благовещенском, Куринском, Родинском и некоторых других создали исторические программы, посвященные столетию районов. Запланированы и другие фишки. Например, в музее Шипунова можно посетить уникальную театрализованную экскурсию. «Проведу театрализованную экскурсию о поколенческих традициях прошлого, родовое гнездо семьи купца Сокурова, о купеческой семье, которая в начале 20 века приехала в Шипуновский район. И вот герои сегодняшние, скажем так, сыграют членов этой семьи большой купеческой и проведут экскурсию по всему музее». В Барнауле официальное открытие «Музейной ночи» состоится в 6 вечера в Центральном парке. В этом году «Музейная ночь» пройдет под эгидой семьи, 79-й годовщины Победы, 70-летие со дня освоения Целины и 150-летие со дня рождения Николая Рериха. «Для участников «Музейной ночи» устанавливается всегда в рамках акции единые правила игры и единые цены на билет, поэтому для всех категорий посетителей это 150 рублей, дети школьного возраста 50 рублей, дети до 6 лет бесплатно, и исключение делается для многодетных семей и семей участников СВО». Билеты уже в продаже. Приобрести их советуют заранее, чтобы не тратить на это время в музейный день. Стоит напомнить, что в музейную ночь некоторый общественный транспорт будет работать до 3-х часов ночи. Но маршрут до дома следует продумать заранее. Валентина Аскерова, Алексей Фризин. День с толком. Крывеческий музей взял на работу пушистого сотрудника. Кот по кличке Бакс даже получил удостоверение. Что входит в обязанности четвероногого и есть ли у него привилегии, узнавала Дарья Ерошина. Бакс – единственный официальный сотрудник музея, которому на рабочем месте разрешается спать в любое время и в любой удобной пузе. Хозяин позволяет коту занимать часть от своего рабочего стола. Не дубового, но и такой для ученого вполне сгодится. Уважаемый Бакс, какую сказку вы нам расскажете сегодня? Спал, спал, опять. Оу! Работать! Всем работать! К сожалению, сегодня Бакс слишком занят, чтобы уделять нам время на сказки. Оказалось, экскурсии кот не проводит, но сопровождает. В корочку сотрудника он получил еще в апреле и с тех пор трудится вместе с хозяином. Он тоже в этом музее недавно. При обсуждении выставки про цветы общими усилиями решили придать ей такую домашность. Спокойный кот, любознательный. Всегда людей не боится, если его, конечно, не обижают. Но здесь его никто не обижает, все его любят. Поэтому с первых дней он прижился и все его с нетерпением ждут. И приходят на выставки именно пообщаться с Баксом. Огород кота Бакса – это часть одной из экспозиций музея. Каждое растение здесь посажено руками посетителей. О зеленых заботятся все сотрудники, но ответственная должность смотрителя за посадками досталась Баксу. Этот кот умеет держать в узде свои животные повадки и горшочки не трогает. Не так воспитан. Да и врожденное, по мнению хозяина благородства, не позволяет вредить живым организмам. Попытался везь пожевать. Ну, так, слегка. Ну, не особо ему сложно. Акция под именем Бакса будет идти до 18 мая, а в ночь музеев остановится для подведения итогов. Свои растения при желании посетители смогут забрать домой или оставить музею. Кто-то проявляет свою заботу и любовь по отношению к животным. Кто-то, не имея возможности по каким-то причинам содержать животных, проявляет эти чувства к домашним цветам, либо к делу, которым он занимается. Либо это просто момент отвлечения, да, такое расслабление, хобби. В целом, жизнь как общечеловеческая ценность – главная идея этой выставки. Экспозиция о цветах, которые запустили еще в марте к Международному женскому дню, будет открыта до 19 мая. По сути, здесь представлено свыше сотни экспонатов, в которых отражены так или иначе цветочные орнаменты, растительные сюжеты. Экспонаты начинаются по хронологии с 18-го столетия и заканчиваются современностью. Здесь мы можем с вами увидеть изящные образцы посуды, еще дореволюционных образцов, советская посуда, очень уникальные книги, относящиеся как раз к 18-19 столетиям. От предметов быта до интерьерных украшений. Эти цветы, например, создавались руками сотрудников музея. А эта картина – кистью художника-оформителя выставки. На декорирование пространства ушло около трех недель. И даже искусственные лианы и беседки – самодельные, а не покупные. На то, чтобы увидеть одну из самых домашних выставок, остается не так много времени. А вот самый популярный музейный сотрудник обещает себя проявить и на других значимых мероприятиях. Дарья Ирушина, Владислав Ковалев. День с толком. К новостям спорта. Волейболисты университета могут сыграть в суперлиге. Это элита российского волейбола. Такая возможность появилась у наших студентов благодаря серебряным медалям высшей лиги А. Барнаулицы заработали право провести переходные матчи. Два уже отыграли. С каким результатом? А также о том, почему динамовец Владимир Завьялов оказался игроком темпа, смотрите в материале Дмитрия Дроздова. Кульминация сезона у волейболистов университета. Напомним, клуб стал серебряным призером чемпионата России по волейболу среди мужских команд высшей лиги А. Согласно регламенту соревнований, барнаульцы получили возможность провести стыковые матчи с 15-й командой суперлиги. АСК из Нижнего Новгорода заправо сыграет в следующем сезоне в элитном дивизионе российского волейбола. Серия игр проходит до трех побед. И пока команда АСК выиграла обе встречи 3-0. 16 мая в Барнауле будет решающая игра. Начало поединка 18-0-0. 8 мая спортивное сообщество Алтайского края было шокировано. Футбольный клуб «Темп» объявил о подписании контракта с Владимиром Завьяловым, который до этого более 15 лет отдал команде «Динамо Барнаул» и являлся лучшим бомбардиром 21 века. Из-за околофутбольной ситуации «Динамо Барнаул» и нападающие разорвали контракты по обоюдному согласию. Напомним, ситуация произошла в Новотроиске. После очередного матча ряд футболистов, в том числе Завьялов, отправились в заведение, где злоупотребили алкоголями и напитками и вступили в конфликт с компанией местных. «Профессиональный спортсмен не имеет права себя так вести. К сожалению, что сделано, уже то сделано. Если бы была возможность сейчас вернуть бы все назад, я бы не задумываясь вернулся, все исправил бы, ничего не было. Но, к сожалению, это невозможно. Но возможно вынести из этого какой-то урок жизненный». Теперь Завьялов будет играть за темп в первенство России в третьей лиге. И эта ситуация – очередной повод для молодых и горячих профессионалов задуматься, во все ли двери стоит заходить после матча и как себя там вести. Дмитрий Дроздов, День с толком. Дмитрий Дроздов, День с толком.